В случае с Израилем, Израиль позволил сотням, десяткам и сотням тысяч ракет на северной и южной границе быть, сотням тысяч вооруженных подонков, кровавых злодеев, от которых страдают и народы, арабский народ, население Палестины, арабское население, христианское, кусульманское, итрусское, Ливана и так далее. Позволил этому состояться, что уже смертельная угроза и жизни Израиля, как государства, и жизни израильтян, а всех израильтян, и мусульман, убивали ведь террористы, когда ворвались, я ставил эти ролики, убивали молодежь мусульманскую, отрубили голову бедуинскому парню, мирному бедуинскому парню отрубили голову, обезглавили, а бедуины это рыцари пустыней, они собрался клан и говорят, мы объявляем Хамас войну. Понимаете? Бедуины мусульмане. Их казнили. Палестинцев, тех, кого вы называете арабских граждан Израиля, казнили. Арабские граждане Израиля сейчас присели, помню, кто был антисемитский настроен. Еще раз говорю, а многие воюют и выступают, и оставил и бедуинских офицеров и солдат выступления у себя, и арабских, мусульманских, как бы, ребят наших граждан Израиля, которые воюют с террором, с оружием в руках, потому что их убивали точно так же. Казнили, терзали. Понимаете? Нет другого пути. Надо сражаться, надо уничтожать эту угрозу на своих границах. Уничтожать угрозу. Понимаете? И другого, и все это понимают. Все это понимают. И Украине пора понять, что надо строить свои патронные заводы, и свои снаряды, и свои ракеты, и свои системы. Интегрироваться, как я уже сказал, с такими же, как сами, с Израилем, с тем же. И отстаивать свою независимость и свободу. Я приму решение украинского народа, если украинский народ скажет, мы снова хочем убутать разумы с братним российским народом. Если украинцы так решат на референдуме, вопросов нет. Я не русофоб. Так не будет никогда после тех преступлений, которые... Это другой вопрос. Но когда с оружием в руках приходят, насилуют, грабят, убивают, по этим лапам грязным надо давать. Спасибо за этот разговор. Я бы хотела закончить, знаете, чем? Что есть признаки некоторой системной работы спонсоров вот этого радикального ислама, исламских террористов, в завоевании фактически мира, демократических стран. И здесь элемент просматривается такой же гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против всего мира. Вот как русские раздают паспорта, чтобы потом через этих людей влиять на ситуацию в другом государстве, говорит, мы защищаем наших граждан, мы русских защищаем. Так и вот эти деятели, спонсоры радикального ислама сначала спонсируют университеты, воспитывают там студентов, которые... Элиты. Это элиты. Элиты. Элитные университеты, да. Затем спонсируют вот эту образовательную систему, которая проводит линию, что сектор газа несчастный, а Израиль это агрессор. Точно так же они распространяют своих граждан по территории Европы, а потом как избиратели влияют на политику этих стран. И вынуждены и в Испании, и еще где-то, и еще где-то, и в Великобритании прислушиваться к этим избирателям, которые на самом деле, находясь в Британии, являются сторонниками зверской вот этой вот парадигмы, вот этой инородной культуры, которая... Но это ненормальная культура, которая пропагандирует уничтожение иноверцев. Уважаемая Татьяна, вы забыли сказать или не знаете о том, что есть всеобщие законы бытия, законы мироздания. И законы мироздания человек частично способен осознать и изучить. И вот есть такая штука, называется, почему вдруг были страшные нормандские завоевания. Потому что было демографическое давление, было большое количество мужчин, которым не было ни земли, ни женщины, ни должности, ни занятия, ничего. Исламский мир, как феномен сегодня, испытывает, он сейчас находится на гребне популяционного взрыва. По 8-12 детей в семье. И им нечем заниматься на родине, им нет ни жены будущей, ни территории, ни занятия, ничего. Они вынуждены сегодня, биологически вынуждены, двигаться на чужие территории. И они скоро составят 15-20% населения Европы. Европы, Австралии, Новой Зеландии. В Штатах было в 70-х годах несколько тысяч, а сегодня уже, так сказать, несколько миллионов этих ребят. И это демографический бум. Им некуда деваться. Они обязаны идти завоевывать. Это как нормандское завоевание. Это биологический процесс, я бы сказал. А все остальное, это просто элиты направляют. Либо молодые, сожрутые элиты, либо их надо направить вот таким вот гибридным образом покорять мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова